Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы решили озвучить по просьбе людей занятия, которые проводились в Потеряевке 91-го года на улице, тематические. Вот сейчас и в храме я не мог проповедовать, потому что еще не был с часом рукоположенным. Вот такая тема. Ибо вовек милость его. Мы читаем эти удивительные слова. Прославляйте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Магитофон был только один у Игоря Барабаша, кассетный. То ли не успевал перевернуть, то ли зарядка кончалась. Все это на улице занятия вел. Ну и неоконченные, как бы оторванные. Но все равно кое-что осталось. Второе паралипоменон 5.13. И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Тогда дом, дом Господень, наполнило облако. Псалом 105.1. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. А человек говорит, у меня единственный сын, семилетний ребенок, вышел погулять. Потерялся, и по сегодняшний день его нет. Это было десять лет назад. Где он, ваш Бог? Я молилась, свечки ставила, ходила в церковь. Мне говорят, что так угодно Богу. И сколько я ей не... Теперь это женщина эта, тем более она еврейка. Так говорила она. Так, и... Сколько я ей не рассказывал, что Бог знает, что нам лучше дать, мои слова на нее не имели никакого влияния. Другая рассказывает, что у нее, оставшиеся без мужа, три сына, и вот отправила она в армию уже третьего. И в мирное время, и все три погибли. Разве это справедливо, что вот у соседа тоже три парня, и все под тюрьмом, сроки отсидели, и не раз уже. И грабят, и насилуют людей, и их в армию не берут. И Богу это так угодно, что они живут в таком достатке. И пьют, и воруют. И живые, и здоровые все. А мои гниют в могилах. Где он, ваш Бог? Я должен сказать, как бы от нее. Бог Господь явился нам, благословен грядущий во имя Господня. И если ты не сам пришел в этот мир, а по воле Господа, то и все, что он посылает тебе в твоей жизни, ты примешь, как от его любящей десницы. Он знает, и по вере твоей он восполнит когда-то. А сегодня он шлифует твой характер, чтобы он был сродственен Спасителю, как говорит Григорий Низкий. А если только в нас остается что-то человеческое, а мы вроде бы с этим смиряемся, то он говорит, Матфея 16, 23. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Человеческое, как бы хорошо в наших глазах не выглядело, но в очах Божиих может быть отвратительным, ненужным и враждебным. Прославляйте Господа, хотя это и трудно, когда дело идет не по нашему замыслу. Псалом 106, 1. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Благодарю Тебя, Господь мой, я задыхаюсь, у меня все кровоточит от этой материи, но благодарю Тебя. Я вижу, Господи, что враги Теснят меня со всех сторон, но сделай так, чтобы язык мой прославлял Тебя, и Ты прославился, и имя Твое Святое было прославлено. Иоб 1, 21. И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Псалом 117, 1.10. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не изложил их. Он окружает нас спереди и сзади, то есть то, что впереди ждет, верим Ему. И то, что прошло, это тоже по Его благоволению. Дьявол и одной минуты не оставляет нас в покое. Пока ребенок был дома, то еще и слушался. Ну вот он пошел в школу, и поползло из него. Что попало стал делать. А уж если в институт пошел, то вовсе пропал. Мусульмане это раньше нас поняли. Если невеста окончила институт, то за нее колым несколько раз меньше, чем за неученую. То есть это уже порченное. В ней своеволие, непокорство. Если бы было училище благочестия, как раньше в монастырях, как описывают писатели, тогда бы цена ее увеличилась. Псалом 117, 29. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Христос пришел, явился в этот мир. Бог Господь явился нам. До рождения Христа Его никто не видел. И даже ангелы и прочие небесные силы. Но ко мне Ты явился, чтобы спасти меня. Благодарю Тебя вовеки. Тебя Бог допустил до святого крещения. И Ты получил правильное, через троекратное полное погружение, усыновление во Христе. Бывает тоска и подходит отчанье. Но Ты скажи, Господи, без Тебя я умру. Дай мне сил перенести все это. Самые близкие люди меня не понимают. Будут лгать, показывать пальцем. В средствах массовой информации будут поносить. Но все равно устрою. Устаю. Устаю. Со мною Господь. Слишком дорогую цену Он заплатил за меня, чтобы сбросить душу мою на растерзание врагу. Он никогда не бросит меня на произвол судьбы. Сколько есть больных, уродов, и они знают Христа. Сколько в рабстве, в тюрьме, и при том есть там невинные. Псалом 117.22 Камень, который отвергли строители, садился главой угла. Мы здесь, находящиеся из язычника, происходим, избранные Богом. Это одна стена. А другая стена из евреев, обращенная ко Христу. Псалом 135.1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Когда Христа люди отвергли, Он говорит. Матфея 23.29 Ибо, сказываю вам, не увидите Меня отныне, доколе не воскликните. Благословен гряды во имя Господне. Кто уверует во Христа, как в своего Спасителя, то он воскликнет. Благословен грядущий на облаках силою и славой великою. Данил 33.89 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда и ангелы воспоют Ему эту песнь, что благословен Он, пришедший судить этот мир, погрязший в отступничестве. Бог Господь явился нам, благословен грядущий во имя Господне. Здесь берутся как бы четыре стороны света, четыре пророчества, которые исполняются на одном дыхании. Да, это возможно, если явится Бог. Данил 3.90 Благословите все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте, ибо вовек милость Его. Время подошло к концу, и вся вселенная склонится перед Ним. Филиппийцам 2.10.11 «Дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – слава Бога Отца. Все тогда скажут, что в Нем одно только добро, и Он достоин всяческого прославления». Бытие 1.31 «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Народ ждет явных доказательств, что есть Бог. Это сегодня возможно только в одном случае. Если Дух Святой в огненных языках Пятидесятницы сойдет на русский народ, и они будут понимать Слово Божие и богослужение, будут разумно славить Создателя. Это же возможно только тогда, когда будут вести богослужение на понятном русском языке, и будет Слово Божье. Проповедоваться непрестанно, и чтобы священники и архиереи уверовали поистине и покорились не уставному богослужению только, но Слову Божию прежде всего. «Пока же священники подминают людей под себя, и строится не царство Христа, а строится царство попов, царствующих над наследием Божиим». Деяние 6.7 «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились в вере». 1 Петра 5.3 «И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». 2 Петра 7.3 «И все сына Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня, на дом пали лицом на землю». «И на дом пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». 2 Паралипоменом 20.21 «И совещался Он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили, и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». 1 Ездра 3.11 «И начали они попеременно петь, «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня». Ну, видите, вот как тема и как раскрывается. Только найти места Писания и показать, что говорит Бог. Вот смотришь, выходит священник, на вопросы отвечает, и в руки Библии даже не берет. И люди все время ссылаются, а вот такой-то батюшка, отец Игорь, Владимир, Максим сказал. Ну, а дальше сказал и забыл, а дальше, не знаю, опять батюшка. И Анна Тауз говорит, научитесь не задавать вопросы. То есть самому надо знать это давно. Судя по возрасту, вам надлежит быть учителями, а у вас слово нужно кормить молоком. Павел говорит об этом. Видно, что тут оборвано, и ничего больше нет. Оставляем. Сейчас я буду отключать, и сразу еще один возьмем, потому что сегодня маленький у нас здесь. Продолжение следует.